В Америке детское служение на сегодняшний день получило такое мощное служение. Это также происходит в Канаде, в Южной Корее, в Бразилии, на Африканском континенте, где на сегодняшний день находится самая большая церковь. И насчитывает она 5 миллионов человек. Можете себе представить церковь, в которой в воскресенье собираются 5 миллионов человек? Кто-то скажет, но это же целая България. Целая България в один день. Просто люди до горизонта. Во все стороны. И хотят слышать, видите, об Иисусе Христе. За Иисус Христос. Как хороший признак в последнее время. Аз мисля, че това е много хубав признак на последнее время. Потому что Иисус Христос обещал, что Евангелие достигнет края земли. И все нации услышат о нем. И всички нации ще чуют за него. Сегодня у меня такая тема. И днес моята тема. Радость и печаль на земле. Они всегда соседи. Вот в прошлое воскресенье я проповедовал о радости. О том, что Бог во Христе Иисусе. И так Писание говорит. Дал нам все для наслаждения. Дал нам совершенную радость. Совершенный мир. Совершенный шалом. Знаете, я когда-то это пережил. В 91 году. Я получил рождение свыше. Это было 16 июня. И я получил крещение Духом Святым. И знаете, я пережил такую неописуемую радость. И така безгранична любовь влезла в мое сердце. И поверьте мне. Это было в моей жизни. Я вышел на улицу. И я подходил к каждому человеку. Заглядывал му прямо в глаза. Гледах му в очите. И говорил, Иисус тебя любит. И казвах, Иисус тебя очень любит. Иисус много тебя обича. Невероятно тебя любит. Невероятно тебя обича. Он умер за тебя. И Той умря за теб. Для того, чтобы ты сегодня жил. и так продолжался какое-то время. И так продолжаваше някакво время. Это была настояща первая любовь. Но знаете, через какое-то время пришла невероятная скорбь. С одной стороны, я осознал, что моя душа спасена. И мое имя как написано записано в книгу жизни. В книгу вечной жизни. А с другой стороны я узнал. что не все хотят принять спасение. Не все хотят даже это слышать. И кто-то сознательно хочет идти в ад. В вечную погибель. Только потому, что я не хочу отказаться. От того, что меня ведет в погибель. Это были мои самые близкие, родные, друзья. И меня хватило страшная печаль. Потому, что у меня на глазах эти люди приняли решение. И те в вечную погибель. Сознательно. И за то, что великая радость она всегда соседствует с великой печалью. И это как бы такие неразделимые вещи. Потому, что я думаю, каково будет тебе на небесах. Ну, если ты достигнешь неба. Когда ты будешь четко знать, что ты не все сделал. Че не си направил всичку. Для того, чтобы спасти самого близкого человека. За да спасишь най-близкия си човек. Твоего отца. Баща си. Твоя мама. Майка си. Твоего брата, сестру. Брат си или сестра си. Своих детей. Децата си. И это будет невероятная скорбь. И това ще е невероятно тега. И поэтому сегодня полезно об этом поразмыслить. И за то, днес е полезно да си помислим над това. Хочу открыть первое место. Оно написано в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка. Знаменитая последняя глава Евангелия от Марка. Твое всеизвестное место. Где звучит великое поручение от Иисуса Христа. К лету можем доведить великое поручение от Иисуса. Давайте мы его прочитаем. Шестнадцатая глава с девятого стиха. Шестнадцатая глава девять стиха. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалини, Из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, Плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, И она видела его, не поверили. Вот Мария была первая благовестительница. Она благовествовала апостолам. О том, что видела Христа воскресшего. И послушайте меня. И апостолы не поверили. Апостолите не поверили. Вот одиннадцать апостолов осталось. И они сказали, Мария, мы тебе не верим. Мы не верим в то, что ты видела воскресшего Иисуса Христа. Потому что мы сами своими глазами видели, Как его убили. Его убили профессиональный убийц. Пронзили ему грудь. Пробили ему сердце и печень. И мы своими глазами видели, Как вытекла кровь и вода. Что ты такое говоришь? После сего явился в ином образе двум из них на дороге, Когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим. Но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати. Возлежащим на вечере упрекал их за неверие и жестокосердие, Что видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им, Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, крестится, спасен будет, А кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо. В другом Евангелии написано, При более чем пятиста свидетелей. В другом Евангелии пишет предполучие пятиста свидетелей. И воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. И написано Аминь. Мы можем сказать на это Аминь? Можем докажем Аминь. Потому что это великое поручение, которое сказал наш Господь Иисус Христос. Твое великое слово, которое сказал Иисус Христос. И вы знаете, вот здесь Иисус Христос буквально повелевает. И тут Иисус Христос буквально не повелевает. Что нам делать? Какво да правим? После того, как мы сами спаслись. След като ни не самите се спасим. Ну, можно было так подумать. Ну, мы спаслись и хорошо. Можете си помыслим, че спасихме се добре. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Рыбата търси, где то е по-долбоко, човека, где то е по-добре. Я думаю, это было бы очень эгоистично, правда? Обаче, това би било много эгоистично. Мы все прекрасно понимаем о том, что если вот кто-то... Ну, вот там, например, это было во времена развала, когда Советския Союз развалился. Защото разбираме, че, например, по времена Советския развал, когато Советския Союз се распадна. Какие-то страны начали подниматься. И някои страны започнали да се издигат. Какие-то страны, наоборот, ушли обратно в феодализм. Я помню, как первые азербайджанцы, узбеки начинали приезжать к нам, для того, чтобы подработать хоть немного. И вспомним, как первые азербайджанцы или узбеки саидвали при нас, за да се печалят малко пари. У нас уже жизнь была получше. При нас живота бил по-добре вече. А у них совсем плохо. По партях беше много злее. И что они делали? И какво правиха? Они работали день и ночь. Работиха день и ночь. День и ночь. День и ночь. Для чего? За что? Для того, что вот эти финансы, да? Да может, эти финансы. Что сделать? Как воду направят. Отправить своим родным. Да и исправят на роднини. Хоть немножко там семья могла покушать что-то. Да может, семейство им до еды понимал. Дети могли хоть во что-то одеться. И децата им до сублекат. Он сам раздетый там, в страшных одеждах, грязных. Почти не ест. Сморосни, старые дрехи, почти не еды. Работает по 16, по 18 часов. Работает по 16, по 20 часов. Для того, чтобы отправить деньги, финансы своим родным. Да может, да исправят пари на роднини. Вот это примерно о том, великое поручение. После того, как ты сам спасся. Иди и спасай. Ну, это было бы очень, знаете, на самом деле, вот так вцепиться в свое спасение. Да захванишь на свое спасение. А после меня хоть потоп. Еще одно место, которое сегодня хочу открыть. И еще одно место, которое искам да утворя. Оно звучит в Евангелие от Якова. В послании от Яков. В пятая глава. В пятая глава. Послание от Якова. Секундочку. Пятая глава. С тринадцатого стиха. Пятая глава. Тринадцатый стих. Зластраждет ли кто из вас, пусть молится. Весит ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в сверки. Пусть помолится над ним, помазав его или имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья, о котором сегодня уже говорилось, Ветхозаветний пророк. Был человек подобный нам и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. Это возможно. Я предполагаю, что это произошло только локально. Ну, то есть, не на всю землю, конечно. Потому что мы с Наташей были свидетелями того, что там, где мы несли служение на кирзаводе. Мы с Наталия бяхме свидетели на то, что куда-то водихме службу в Казахстане. То там, в этом районе, где мы заехали и начали ставить церковь, не было ни одной церкви. Люди нам рассказывали. Хората с ними рассказывали. Зачем вы приехали сюда? За что сте дошли тук? Это проклятая Богом забытая земля. Твоя проклята от Бог забравена земля. У нас даже дождь обходит стороной. И даже дождь не подминала. У нас не было дождя три года. И ние сме нямали дождь от три години вече. Вот поверьте, три года у нас не было дождя вообще. И это было просто сверхъестественно, конечно. И това беше сверхъестественно. Земля была такая сухая, как порох. И вы знаете, мы церковь помолились. И ние с церковь помолихме. И Бог дал дождь. И Бог даде дождь. Дождь был настолько мощный. И дождь беше толкова мощен. И вот казалось бы, трудно в это поверите. Трудно и да се поверва. В 21 веке. В 21 веке. Что происходит? Какво се случва? И потом люди, когда дождь выпала и земля дала плоды. И когато дождь се изля и землята ни даде плод. На праздник жатвы. На праздника на житва. Люди принесли плоды. Первые плоды. Хората ни донесоха първите си плодове. И начали хвалисти. Смотрите, какие Бог нам дал плоды. Започнаха да се хвалят, колко хубав плод им е дал. Прекрасно видите. Смотрите, какие тыквы. Видите, какие тыквы. И люди воздали Богу хвалу. И хората воздала Духа хвала на Господь. И помолился опять Илья. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас... И давайте мы послушаем вот этот стих очень внимательно. Я хочу им твой стих много внимательно. Если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Это очень глубокая истина. Твоя много глубокая истина. Я поначалу ее не мог понять. Порву не может, да я разбирал. Говорю, Господи, что тут написано вообще? Господи, как его пишет из общего? Если кто уклонился от истины, если кто его обратит, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет... И я смотрел параллельные места, много времени исследовал это место из Писания, это последний стих. И в толкованиях дается о том, что спасет свою душу от смерти. Смотрите, верующий человек, через то, что он обращает других людей от ложного пути, он в первую очередь свою душу спасает от смерти. И покрывает множество своих грехов. Вот казалось бы, уже человек уверовал. Уже омыт. Уже освящен. Но все равно остается... Остается возможность отпасть, упасть. Или даже погибнуть. Потерять свое спасение. И это подтверждает многие другие места из Евангелия. То есть, мы спасаемся не только в момент покаяния. Мы спасаемся в тот момент, когда мы спасаем других. И давайте я сразу это место открою. Оно написано во втором послании Петра. Потому что оно подтверждает это место. Второе послание Петра. Первая глава с третьего стиха. И здесь написано так. Апостол Петр пишет. Сам рыбак Петр был неграмотным человеком. У него был личный писарь Марк. И от неговите думи написано Евангелие от Марка. Конечно так писать, как здесь написано, Петр не мог. Потому что он был человеком очень простым. Но вот так совместно с Марком, будучи научаем от Духа Святого, они пишут просто невероятную поэзию. Давайте мы это прочитаем. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастникам его божественного изъестества. Это поэзия. Удалившись от господствующего в мире растления похотью, ноу, то вы, прилагая к всему старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбии, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл. И смотрите, это апостол Петр пишет верующим людям. В ком всего нет, то есть кто вот это не развивает, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Почему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. И так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Представляете? Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя бы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Знаете, я со многими рыбаками разговаривал. С многими рыбарисами разговаривал. Ну вот, я не слышал, чтобы рыбаки вот так разговаривали. Обычно не съем чувал рыбари да говорят по този начин. Потому что, ну я думаю, вы понимаете, я имею в виду профессиональные рыбаки. Имам предвид профессионалните рыбари. Потому что это было ремеслом апостола Петра. За что до това бил занаят на апостол Петер. Ловить рыбу для него была профессия. Да хваща рыба была профессия за него. И вы знаете, когда вот ты только одно что-то делаешь, когда ты только ловишь рыбу. И когато правишь само одно нечто, когато само ловишь рыба, у тебя формируется профессиональная терминология. Ну там, допустим, закинь сети. Например, дохвырлишь мрежи. Там немножко потрави. Там дерни. И с годами твой язык ограничивается. Понимаете, да? А тут нам пишет профессиональный рыбак. Но пишет так, что и мы до сих пор не все можем понять. Така, че все още не можем да разберем. Ну вот здесь вот апостол Петр уже подтверждает. Обаче, тук апостол Петр подтверждала послание апостола Павла. Посланието на апостол Павел. А может быть, апостол Павел подтверждает послание Петра. Или, может быть, обратното. О том, что не надо забывать об очищении своих прежних грехов. За то, че не трябва да забравим и за причиствованието на предните си грехове. И как мы можем очищать свои грехи. И как можем да причистваме греховете си. Когда мы несем благою весть кому-то. Когда мы кого-то спасаем. И вы знаете, я каждый раз это привожу, что есть знаменитая 12-шаговая программа. Мы по ней работали с наркозависимыми в Казахстане. Я работал с наркозависимыми в Казахстане. И только через мое служение в Казахстане получилось освобождение более 700 человек. И это такая долгая ремиссия. То есть человек пил, дошел до белой горячки, все растерял и принял решение остановиться. Все пробовал и ничего не помогло. И попадает на 12-шаговую программу. И вот статистика 12-шаговой программы, она довольно высокая. То есть, например, в наркологическом стационаре это практически не работает. То есть капают системы. Вводят транквилизаторы. Условно рефлекторная терапия. И они потом выходят с клиники и опять начинают пить. Процент освобождаемости от наркотической алкогольной зависимости в стационаре. От освобождение от тази нарко- или алкозависимость. Ноль целых, ноль два процента. Нола цяло, нола два процента. То есть из ста человек. То есть от стуцима души. Примерно двое получают освобождение. Некади двое получают освобождение. По 12-шаговой программе. А според 12-шаговая программа. Освобождение получает. Освобождение получает. 70 процента. Это невероятная статистика. И это невероятная статистика. То есть из 10 человек, 7 человек получают освобождение. И это 12-шаговая программа. Это духовная программа. И это духовная программа. С помощью Бога. С помощью Духа Святого. И знаете, какой самый сильный шаг в этой программе? Какова е най-силната стъпка в тази программа? Последняя 12-та стъпка. И он говорит о том. Что после того, как мы получили освобождение от алкогольной или героиновой наркотической зависимости, мы преисполним желание нести эту программу другим зависимым. И статистика говорит о том, что только тогда, когда бывший наркоман, бивший алкоголик, идет к другому наркоману или к другому алкашу и применяет на нем 12-шаговую программу и использует върху него тази программа от 12 стъпки. Вот этот человек, который спасает другого, он получает полное освобождение. Хотя еще несколько дней тому назад, он принимал самые ужасные наркотики, от которого в принципе нет спасения. Понимаете, о чем я? Какая идея, какая истина сегодня? Истина в том, что получив спасение, очень важно сохранить свое спасение. Очень важно утвердить свое спасение. И мы можем это делать только спасая других. Поэтому великое поручение так и звучит. Не останавливайтесь. Идите до конца, до края земли. Вовремя и не вовремя написано. Стучите. Кричите, вопияйте. Обращайтесь. И знаете, мне хочется до вас тоже сегодня докричаться до кого-то. Вы знаете, это как если просто представите. Вы знаете, вот сегодня японцы создают передовые технологии. Днес японцы создават много напреднали технологии. Японцы выставляют себя в позиции творцов. Японците се изкарват в позиции на творци. Они поставили идею создать такого робота. Те са направили идея да создадат такъв робот. Который был бы абсолютно похож на человека. Който да бъде абсолютно като човека. Во всем. Во всичко. И вот даже невозможно было отличить от человека. Даже да не можешь да го отличишь от човека. И вы знаете, японцы они уже почти этого достигли. И японците вече почти са достигнали това. То есть есть такие гуманоиды, да, ну таки човекоподобные роботи. Вече има такива гуманоиды или човекоподобни роботи. Когда ты с ним разговариваешь, ты практически ничего не можешь даже понять. И когато си говоришь с него, нищо не можешь да разберешь. С тобой разговаривает человек. Съедно говорит човек с тебе. Даже кожа гладкая. Даже кожата му е гладка. Мимика вся. Слова. Думите му. И вот просто представьте. И просто си представьте. Вот если японцы достигли сегодня такого уровня. Когда еще немного, и они создадут человека. Още малко еще создадут человека. Човекоподобного. Которого все будет соображать. Которого будет обленная программа. Уже существует очень много фантастических фильмов. И вече има и много фантастичных фильмов. О том, что роботы. За то, что работите. Их уже очень много. Вече са много. И они поднимают восстание против человечества. И издигат восстание срещу человечество. И захватывают власть. И взимат властта. Знаете, уже давно установлено. Вече отдавна е установлено. То, что было фантастическими фильмами 20 лет тому назад. Че вонова, което е било фантастични филми 20 години. Уже сегодня становится реальность. Назад. Вече става реальность днес. И смотрите. Если японцы сегодня выставляют себя в позиции творца. И ако японците се изкарват като творци. И что-то могут реально создать. И могут наистина да создадат нечто. То насколько больше може создать истинный творец. Тогава колко повече може да создаде истинския творец. Который невероятно глобальный человек. Любого человека. Всего человечества. Который создал, как написано. Который создал все видимое и невидимое. Всичко видимое и невидимое. Всю эту землю, вселенную, звезды. Земля, вселенную, звезды. Создал для чего? Создал за какого? Создал для того, чтобы насадить здесь на земле человечество. За да установи тук человечество. И чтобы иметь с человеком. И да има с человека. Равные взаимоотношения. Равные взаимоотношения. Даже ангелы не могут просто вот так вникнуть в это общение. Даже и ангелите не могут да се вмъкнут в това общение. Так написано. Така пишет. И в определенный момент программа поломалась. Человечество начало творить просто свои дела. Хакнули. Современный термин, да? Взломали программу, вышли оттуда, были изгнаны из Едемского сада. И каждый творит все, что захочет. И всеки си твори какво то иска. Полный хаос. Полный хаос. Знаете, вот если на месте творца, да, ну вот японцы, например, создали человечество. На настое на твореца, ако биха создали, например, японцы, и человечеството. Да, из роботов. От роботи. И роботы поломались. И роботите се чупят. И подняли восстание. И вдигат восстание. И главный программист говорит, что делаете. И главный программист казва, какво да правят. Ну, мы оставляем тех роботов, которые соответствуют программе, которые послушны нам. Ами нека оставим роботите, които се ответствуют на программата. А всички останали, които са излезли от программата. Из-под контроля. Кто-то взломал программу. Някой е изчупил программата. Что мы сделаем? Какво ще им направим? Их придется утилизировать. Ще трябва да ги утилизираме. Ну, то есть просто уничтожить. Да ги уничтожим. Потому что, ну, кого-то может быть там еще на запчасти, но это тоже бесполезно. Можешь да ги используем из-за части. Просто уничтожить. Просто так ги уничтожим. Просто сжечь в какой-то огромной печи. И да ги изгурим. Ну, так же? Это логично? Логично и нали. Ну, вы знаете, вот Бог во Христе Иисусе, Он говорит свою мудрость. И Бог во Христе Иисусе Иисусе и сказал свою мудрость. О том, что один злой человек. За то, что один злой человек. Он посеял злое семя. Се злое семя. И на поле, где росла хорошая пшеница. И на поле, где расте добра рожь. Ну, то есть нормальные люди, да? То есть добри хора. Стали появляться сырники. Започват да израстват. И ангелы говорят, ну, давай мы пойдем все это там, повыдергаем. И ангелы? Да, ангелы подошли. И ангелы казва, нека отсидем и изтръгнем всичко това. Или, ну, в контексте написано рабы. Или под контекста рабы. Слуги. Слуги. А господин им говорит, нет, давайте подождем до жатва. Помните это место? Сказва, нека исчакаме до жатвата. Потому что плевелы, что они? Защото плевелите, как... Нормальная пшеница наслоняется до земли, как прообраз смирения. А плевелы, плевелы, они стоят гордо. То есть у них пустой колос, они вот так торчат. Плевелите се издигнати гордо и стоят добрее. И на ветру шумят. То есть много болтают, да? Превозносятся. Не успеваешь? То есть се превознасят. И тогда можно четко отличить. Где плевелы, а где настоящая пшеница. И тогда вам может добрее да се отличи, къде е добрата пшеница, къде с плевелы. Смотрите. Господь, Бог реально заботится. И Господь Бог наистина се грижи. О том, чтобы никто не погиб напрасно. Някой да не загине напрасно. Можете по спинке поспочите? Да, Наташа, да. Или на улице его просто выведите. Откройте двери. Последнее место, которое я сегодня открою. Евангелие от Луки, 10 глава. Я уже заканчиваю с первого стиха. Я прочитаю. На проекторе вы можете прочитать на болгарском языке. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два, пред лицом своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делатели мало. Итак, молите Господи на жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите. Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви. Никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите. Мир, дом и сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, и есть, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных. И говорите им, приблиделось к вам Царствие Божие. Чуть-чуть ниже 17 стиха. 70 учеников возрастились уже с этих городов. Можете себе представить? 70 учеников отправил по два. Это сколько городов? Сколько населенных пунктов? 35 городов ученики обошли. И во всех этих городах, населенных пунктах, хотел быть Иисус Христос. То есть Иисус Христос совершал невероятную работу во время своей жизни. 70 учеников возрастились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Съедаю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не поведит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что дуги вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисуса, сказал, Славлю тебя, Отче, Господи, небо земли, что ты утаил сие от мудрых разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Тоже непростое место из Писания, которое говорит о том, что... Я тоже смотрел в параллельных местах, о том, что радуйтесь не тому, что бесы помянуются вам, а тому, что ваши имена записаны в книге Вечна Жизнь, и уловите вот эту основную мысль, Иисус Христос говорит это апостолам, и Он говорит о том, что вот сейчас... И Той говорит за то, что, эй, сега... Вот только сейчас... Точно сега... Когда вы пошли и проповедовали по другим городам... Когда вы спасали, исцеляли, воскрешали... Вот только сейчас ваши имена записаны... Там и сега имената ви са записаны... В книге Вечна Жизнь... Но в книгата на Вечния Живот... Понимаете, о чем я сегодня? И об этом также подтверждает книга Откровение... И това не подтверждала и книгата Откровение... Где Иисус Христос говорит... Победителям... На победители... Все унаследуют... И имена будут записаны в книги Вечна Жизнь... Понимаете, да? Победители... Победителите... Не автоматически это происходит... Человек покаялся... Человек да се покаялся... И его имя тут же записали в книги Вечна Жизнь... И името му виднага да се запише в книгата на Вечния Живот... Нет... Нужно еще что-то для Иисуса сделать... Нужно еще потрудиться... Трябва да се потрудим... И вы знаете, я как врач могу просто это объяснить... И как лекарь може лесно да го объясня... Мы все кушаем... Всички едем нали... Кто кушает? Поднимите руки... Кто спит? Поднимите руки... Кои спи? Один проповедник так... Прошутил, говорит... Крикнул... Кои спи? Встаньте... Кои спи? Се исправейте... И които спаха се исправейте... И като лекар много лесно го объяснявам... Когато едем... Тот протеин, который поступил в тело... Он за протеин, който... Освоял ми в организма си... Он начинает циркулировать в нашим теле... То есть он поступает в желудок... То есть отива в стомаха... Желудочно-кишечния тракт... Стомашно-черебния тракт... В тонко-кишечнике происходит усвоение асматической жидкости... В тънкото черво става усвояване на асматичната течност... Но уже в толстом кишечнике... Происходит уже основное усвоение... И в дебелото черво става вече основното усвояване... И в тонком и в толстом кишке происходит усвоение белка... И в тънкото и в дебелото черво става усвояването на белта... Но этот процес, он довольно такой непростой... И большая часть белка все равно выводится. То есть, ты можешь войти в тело Господне, и если ты там никак не зацепишься, никак не усвоишь, потому что это зависит от тебя, то ты так же благополучно и выйдешь. И за това выучу. На то, что евангелизировать человека это еще недостаточно. Не недостаточно, чтобы человек просто покаялся. И потом сказал, я покаялся. И теперь я буду жить, как я хочу. Ну, так не пойдет. Для того, чтобы усвоиться. И смотрите, что происходит. Белок, тот, который вошел в кровь, и он уже по кровеносному руслу начинает циркулировать. И он все еще не усвоился. И все еще не усвоился. Понимаете, да? Он все еще не усвоился. Ему надо сесть куда-то на эндотели сосуда. Той трябва да отседне някъде. И сосудиста система должна принять его в лимфу. И съдовата система трябва да го приеме в лимфата. А через лимфатическую систему подвести его к тканям. А через лимфната система трябва да отиде до тканите. К мышечная тканя. К мускулната тканя. К сухожильная тканя. К сухожилието. К костна тканя. К костната тканя. К хрящевое тканя. К хрущалите. И тогда уже протеин усваивается. И тогава протеина се усвоява. Но суть Евангелия заключается в чем? Обаче, срещуство на Евангелието в какво е? Кем хочет сделать тебе Иисус? Кой иска да ни направи Иисус? Он хочет сделать тебя сосудом. Той иска да те направи съд. По которому проходит его кровь. По който минава кръвто му. Знаете, мы идем по подобие. И ние сме като подобие. По пути Иисус Христа. Вървим по Неговия път. Иисус Христос кто? Кой е Иисус Христос? Кем Он тебя называет? Как се нарича? Он говорит, я есть дверь. Той казва, аз съм вратата. И никто не входит к отцу, как только через меня. И никой не влиза при бащата, освен чрез меня. Иисус Христос е вход для всего человечества. Иисус Христос е входа за цялото человечество. Можете сказать на это аминь? Для каждого человека. За всеки един человек. Кто-то очень хорошо сказал. И някой много добре казва. Бог только в единственном случае стал человеком. Че Бог само в един случай и станал человек. Чтобы люди, человеки. За да може хората, човеки. Через него стали частью Бога. Через него да станат частью Бога. Частью Божественного естества. Частью Божественного естества. И этим человеком является только Иисус Христос. И този человек се явява само Иисус Христос. Но ты также можешь и призван стать входом, как апостол Петр пишет, чтобы открылся вход в твоей жизни, через которые смогут войти свои самые близкие люди, тех, которым ты прилеплен, тех, которых ты любишь, которые любят тебя, если Иисус является входом для всего человечества, то ты будь входом хотя бы для нескольких твоих любимых людей, просто по той причине, что ты не хочешь, чтобы они пошли вечно и погибли, я спросил у себя, Господи, когда мое сердце будет там спокойно, на небесах, я сняв да се притеснявам, че не съм направил всичко, и Господь мне ответил, наши сердца будут успокоены там, на небесах, когда мы будем точно знать, что мы сделали все, скажите, все, для спасения самых своих близких людей, и дальних, кого не призовет Господь, и даже если человек не захотел спасись, я хочу сказать, что я работал в реанимации, и много людей покаялась, и много хора си покаяли, через меня, я знал, что они умрут завтра, потому что, в 90-е годы онкология была очень тяжелой, я смело проповедовал, потому что я знал, что этих людей завтра я не увижу, и большинство из них покаялась, и, знаете, мое сердце было всегда спокойно, когда я знал, что я всю свою задачу выполнил, я проповедовал, человек покаялся, это не передамое чувство, на самом деле, и твое неописуемое чувство, когда ты видишь мертвые глаза, когда ты видишь мертвые очи, и вдруг в них появляется жизнь, изведнъж в тях се появява живот, можно ли это вообще как-то оценить? можно ли да се оцени? я знаю, что человек, я знам, че человек, ушел Господу, е утишел при Господа, потому что через его глаза я увидел Иисуса, я увидел Иисуса там, видях там Иисус, и, знаете, там на небесах, и там на небесах, те люди, которые не спаслись, будет очень простое оправдание, я знаю это точно, потому что каждому человеку на этой земле, лично Господь Иисус Христос, обращается тысячи раз, поверьте мне, тысячи раз, и тысячи раз пытается спастись, и хиляди пыти се опитват да ги спаси, и многие люди, и много хора, тысячи раз отказываются, хиляди пыти се отказыват, потому что предпочитают, за что-то предпочитат, временное греховное наслаждение, временное греховное наслаждение, Аллилуйя, вы знаете, я заканчиваю проповедь свою, я прикручиваю мою проповедь, скажу одну вот эту притчу, еще каждая одна притча, вы помните все ее, это притча о Лазаре, был нищий Лазарь, в Евангелии от Луки это описывается подробно, и вот он лежал там весь в струпьях своих, и собаки лежали, олизали раны его, и жил богач, имало един богат човек, и они оба умерли, и писание говорит, что богач был отнесен в ад, и очень страшно мучился там, и это рассказывает сам Господь Иисус Христос, и я как христианин, и я верю каждому ему слово, если Иисус Христос говорит, что ад существует, значит, что ад существует, И богач, будучи в этих муках Он поднимает свои глаза Или видит вот того Лазаря, который у него там При воротах лежал, в грязи А он там на небесах лежит, на лоне Авраамовым Ему там так хорошо И богач обращается к Аврааму Отче Авраам Умилосердие надо мной Пошли раба своего Лазаря Чтобы он хотя бы обмочив свой перст Принес мне хотя бы капельку водички Потому что мне здесь страшно Страшно мучительно И смотрите, что Авраам ему отвечает Абраам ему говорит такую странную фразу Для меня эта фраза была очень странной В моем представлении она вообще не соответствует Евангелию Но я сейчас объясню И он говорит Богатому человеку Ты на этой земле когда жил Ты получил все Все удовольствия А Лазарь не получил А Лазарь страдал там на земле Поэтому ты сейчас там мучаешься А Лазарь здесь получает утешение Вам не кажется эта фраза странной? То есть по логике вещей Все те которые сегодня получают наслаждение и удовольствие от этой жизни Они обязательно пойдут в ад И будут там мучиться А те которые страдали на этой земле Они обязательно пойдут в рай Ну вот так получается, правильно? И вот для меня эта фраза была Долгое время просто какой-то Знаете, ну просто какой-то раздрайв И за мен тази фраза была много странна Я ее не понимал И я с ней разбирах Вот прошлое воскресенье у меня была проповедь И миналта неделя имах проповед О том, что каждый человек себе Находит способ утешения За то, что всякий человек Си намерен начин да се утешава И я задал такой вопрос Я спитах один вопрос Что тебя утешает на этой земле? Какво ты утешава на тази земля? Я хочу сказать, что Тебя утешает на этой земле? Това, което ты утешава на тази земля Что дает тебе радость повседневная И това, което ты дава радость всякий день То является твоим Богом Това се явява твой Бог И это абсолютная истина И твоя абсолютная истина Я скажу ответ на свой вопрос По поводу этой притчи Я ще кажу отговор по тази притча Я хочу сказать, что Лазар это был особенный человек Искам докажи, что Лазар был особен человек Теологи подводят к тому, что это был тот Лазар Который умер и потом воскрес И теологи доказывают, что твой был Сыщий Лазар, который умрял и воскреснул И знаете ли какъв е бил този человек Когда Лазар умер Когато той умрял Исус что делал? Исус какво е направил? Исус узнав о смерти Лазаря Исус като разбраза смъртта на Лазар Написано, что он прослизил се Пише, что той се просълзил То есть этот человек был очень близок к Исусу Човек бил много близок за Исус И вот этот человек жил очень бедно И този человек живял много бедно Лазар бил очень бедным человеком Лазар бил много беден човек И он очень страдал. И вы знаете, в ком он находил утешение? Вот Лазарь выбрал для себя утешением только Иисуса Христа. Вот мне больше никто не нужен. Только бы слышать об Иисусе. Только бы видеть Иисуса. Только бы где-нибудь сидеть рядом с Иисусом. Понимаете, о чем я говорю? Разберите ли, за какого говоря? И посмотрите, какая разница. Богач я даю простой ответ. Он находил утешение во всех сладостях этого мира. Я скажу так. Алкоголь, наркотики, интернет, порнография. Все то, что приносит плотское наслаждение. И это было его Богом. И он особо этого не скрывал. И поэтому пошел туда, куда его Бог или Боги с маленькой буквы. И зато он утешил там, где то негове и Бог, и богове, са го замыкнули. Можете сказать на это Аминь? Можете да кажете Аминь? Вот с этим я могу согласиться. Могу да си согласия с тобой. Потому что Лазаре утешал Господь. За чтото Лазаре бил утешаван от Господь. И он был в близком общении с Иисусом. А богача угощали все прелисти этого мира. А пък богатия човек имал всички прелисти на този свят. Временные греховные наслаждения. Времените греховни наслаждения. Которые на самом деле ведут душу человека. Които всъщност водят душата на човека. В настоящую пагубу. Към истинска смърт. Мы очень четко отличаем. Все, что видим на этой земле. Все видимы удовольствия. Мы не можем забрать с этой земли. Я уже говорил китайскую поговорку. Она удивительная. Как это ни странно, она соответствует Евангелию. Китайцы говорят, по-настоящему богат тот человек. Который свои богатства. Который свои богатства может забрать с собой на небо. Може да ги вземе с него на небето. И ты не можешь на небо забрать свои деньги. И ты не можешь да вземеш на небето парите си. Ты не сможешь забрать на небо свою компьютерную приставку. Не можешь да вземеш компьютера си. Ты не сможешь забрать на небо какие-то несметные богатства или дома, машины и так далее. Ты не можешь да вземеш кышки, кули. Что мы можем забрать с собой на небо? Какво можем да вземем на небето с нас? Дружба. Приятельство. Отношения. Какой-то невероятной любовь. Любов. Какие-то переживания. Някакви переживания. Которые мы переживали вместе. Кои-то переживаваме заедно. И нам было хорошо. И се чувстваме добре. Я хочу сказать, что самое драгоценное на самом для человека. И кое-найскапо цену за человека. Когда мы что-то сделали для кого-то. Настоящее, стоящее. Нечто истинское. Вы знаете, многие люди для Иисуса Христа, они были бесконечными должниками. И някую хоро за Иисус Христос. Они были Ему бесконечно должны. Может быть, Иордан, да? Да, я уже заканчиваю. Насколько бы вы были должными Иисус Христу? До кого-то не сме били задолжение на Иисус Христос. Если бы Иисус кого-то воскресил из ваших близких. То колко бихмо Ему били задолжение, ако Той възкреси някой от нашите близки. Кто-то умер и кто-то воскрес. Някой умира и възкресва. Если бы Иисус в твоей семье исцелил кого-то от неизличима болезнь. Ако Иисус се исцелил някой от твоето семейство от неизличима болезнь. Сколько бы ты был бы Ему должен? Колко ти би Ему бил задолжен? Если бы твой самый близкий человек был в наркотической зависимости. Ако твой най-близок человек и бил в наркотической зависимости. И Иисус его освободил. И Иисус го освободил. Сколько бы дал Ему денег за это? Колко пари би Ему дал за това? Я говорю сейчас на самом деле о бесценных вещах. Аз говоря сега за бесценните неща. Которые оценить просто невозможно. Които не могат да бъдат оценени. Именно поэтому в Евангелии написано, что у Иисуса было много своих людей. Точно за това в Евангелието е написано, че Иисус имал много своих хора. И Иисус мог спокойно сказать. Идите вот к такому человеку. И Иисус спокойно мог да каже. Идите при Едиской человек. И скажите, господину нашему нужен осел. И ему кажите, на наши господары ему нужны магаринцы. Представляете вот так? И апостолы идут туда. И апостолы идут там. Говорят ему человеку, Иисусу нужен осел. И кажут на человека, на Иисус ему треба магари. И человек отвязвит ослагать, да пожалуйста берите. Для Иисуса ничего не жалко. И человек оказывает, моля, заповядайте, за Иисус не имей жалко. Потому что я Иисусу должен всей своей жизни. За что-то сам задолжен цел живот на Иисус. А потом Иисус говорит, а идите вот в тот дом. А след това Иисус сказал, идите в он ее дом. И приготовьте там трапезу. И там приготовите трапезу. Там преподам вам вечерю. Там ще ви дам вечеря. И там приходят и там уже барашек готов. И те отиват там. Агнето е готово. Стол, вино, хлеб, ястия. Маса, вино, хляб, ястия. И хозяин говорит, да пожалуйста. Иисус сказал, значит все. Иступание наказа. Это самый дорогой мой гость. Не му проблем, Иисус каза. Слава Богу, правда. Слава на Бога. Вот я вот такой человек. Я такой человек, который должен Иисусу всей своей жизни. Кой-то из-за должен на Иисус за цел живот. Вот я вот так себя осознаю. Аз имам такого осознавания. Поэтому вы и каждое воскресенье можете меня здесь смело найти. И за това можете да мне намерите всякой неделе эту. Я буду служить вам. Я ще ви служу. Давайте мы склоним наши сердца. Дайте да склоним сега сердцато си. Произнесем короткую молитву. И да произнесем краткую молитву. Господь Иисус Христос. Господи Иисус Христос. Укорени меня в своем спасении. Укорени меня в своем спасении. Дай мне, Господь, Отче, просто утвердиться в своей славе. Дай мне, Господи, да се утвердя в Твоем славе. И дай мне сделать все возможное. И дай мне да направи всичко возможное. Чтобы спастись не только самому, но чтобы спасти всех своих родных и близких людей, которые мне очень дороги, и дальних людей, всех, кого не пошлет мне Господь Иисус. И дай мне для этого слова. И дай мне думи за това нечто. Дай мне мудрость. Кому говорите, кому не говорите. На кого да говоря, а на кого да не говоря. И дай мне для этого Твоя святая благодать, которая бы коснулась этих сердец, и обрела бы их во спасение. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Благодаря тебе, скепи Иисуси, за то, что ты спас не только меня, но через меня хочешь спастись весь мой дом. Так и написано. Спасешься сам, и спасется весь дом Твой. Мы молились во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и народ Божий скажет, Аминь. Будьте благословены. Будьте благословены.